Участники кооператива поделились с мэром своими проблемами. Дом на улице Учительской 9 строился по 215-му федеральному закону. Бывший застройщик не выполнил свои обязательства, за что поплатился свободой. Сейчас, ввиду того, что дело застройщика рассматривается в суде, на его имущество, землю и сам объект наложен арест. Администрация готова отозвать обеспечительные меры для того, чтобы пайщики смогли стать полноценными правообладателями этого дома. От людей требуется оперативно создать юридическое лицо, тем более, что нынешний председатель кооператива на связь с ними не выходит. Каким-то образом помочь – это организовать вас. Что значит организовать? Ну, во-первых, правильно говорит Сергей Павлович, надо быстренько собрать собрание, это вот дольщиков или пайщиков, как вы называете. Собрать и переизбрать председателя. Это первое, что нужно сделать. Потому что раз эти люди будут бегать, ну, они их потом заберут, они будут сидеть, то есть надеяться на то, что они будут каким-то образом вам полезны, уже не приходится. Ситуация осложняется тем, что большинство документов по ЖК Витанова утеряно. До сих пор неизвестно точное количество пайщиков. Сейчас идет работа по составлению полного реестра. Как только она завершится, пайщики должны выбрать новую управленческую структуру кооператива. Главное, подчеркнул Анатолий Пахомов, чтобы эта структура была работоспособной, чтобы в ее составе были грамотные люди, которые разбираются в строительстве и юридических вопросах. Тогда у пайщиков появится возможность заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. Их глава Сочи также пригласил на встречу. Нам приятно, что будет помощь осуществлена от личной администрации, лично от Анатолия Николаевича, по нашим вопросам, так скажем. Ну а дальше, как говорят, наше дело. Мы сами должны выходить с этого положения. Больше за нас никто не будет делать. Выяснилось, что с прежним предприятием водоснабжения и водоотведения у застройщика был заключен договор и даже оплачена половина стоимости работ. Однако выполнить его сейчас невозможно. Помочь в этом может МУП «Водоканал». Его директор Сергей Винарский готов обсудить условия подключения. Что касается электричества, то и здесь пайщикам идут навстречу. Расходы по подключению Кубан Энерго готова поделить на несколько этапов. Сети водостока также не проложены к дому. Предприятие готово сделать это по минимальной цене, при этом давая бесплатные консультации по внутренним сетям. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.